Здравствуйте! Сегодня 2 февраля на телеканале Енисей Новости, в студии Александр Дьяков и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. В работе Красноярского экономического форума примут участие мэры крупных российских и зарубежных городов. Какие вопросы они обсудят вместе с экспертами? Мы часто забываем о качестве жизни, а оно напрямую связано с человеческим счастьем. Мы забываем, что именно качество жизни будет привлекать умных, талантливых молодых людей в такие города, как Красноярск. И второе, это, конечно, брендинг города. В Крайвом Ростельхознадзоре подвели итоги работы службы за год. Сколько тонн санкционных продуктов было уничтожено и как специалисты оценили качество местных товаров. В Санкт-Петербург было ввезено 19 тонн мяса птицы. С нарушением всех требований, с нарушением температурных режимов. Красноярец средь бела дня и на глазах у прохожих разбил чужой внедорожник. Как мужчина объяснил свой поступок и какое наказание ему грозит? Сейчас по данному факту сотрудниками полиции принимается решение о процессуальном составе данного происшествия. Премьера на телеканале. Серия материалов «Активные люди». Какие истории легли в основу сюжетов и какой секрет долголетия знает наш первый герой? Вот этот прыжок хороший. Более 400 тонн опасных продуктов изъяли специалисты Краевого Россельхознадзора за последние полгода. Сегодня об этом рассказали руководители ведомства. В списке контрафакта, которые регулярно пытаются провести на территории нашего региона – яблоки, сыр, рыба и мясо. О том, как борются с нелегальными поставками и каковы результаты исследования краевых продуктов, узнавал Александр Ловицкий. Большинство санкционных и опасных для здоровья продуктов изымается на пограничных пунктах контроля. Но, несмотря на это, периодически запрещенные товары попадают и на территорию Красноярского края. О предотвращении самых крупных таких случаев специалисты Россельхознадзора рассказали, подводя итоги прошлого года. Последнюю и самую крупную партию контрафакта уничтожили буквально на днях. 750 килограммов яблок и груш из Польши оказались не на прилавках, а под гусеницами трактора. Всего же с конца 2015-го было изъято почти тонна сыра из Польши, Германии и Италии, уничтожено более 260 килограммов рыбы и более центнера мясной продукции. Всего за этот период было зафиксировано 5000 попыток провести контрафактную продукцию на территорию края. Причем зачастую изобретательные предприниматели везут ее под видом совсем других товаров. В Санкт-Петербург было ввезено 19 тонн мяса птицы с нарушением всех требований, с нарушением температурных режимов. По документам, груз был заявлен железнодорожным документом, контейнер пришел железнодорожный, как масломоторное. В ходе мероприятий выявлен факт был, продукция приостановлена и по результатам экспертизы, соответственно, нарушение условий перевозки привело к тому, что мясо было дефростировано. По результатам экспертизы мясо было направлено в промпереработку. В Россельхознадзоре подчеркивают, нарушение правил перевозки это только одна из бед. Зачастую в импортных товарах находят опасные для здоровья человека нитраты, консерванты и другие вещества. Всего за прошлый год специалисты предотвратили попадание на прилавки более 430 тонн продуктов, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам. По той же норвежской семге, которая там и ртуть находили, там и кадмий, там и микробиология не в порядке, ну закрыли, по-моему, ничего не изменилось. Тем более семга у нас, лосось на Дальнем Востоке, это в естественных условиях, мы его отлавливаем, действительно дикий лосось. Или там выращенные в садках, которые сотнями лет выращиваются. Серьезной проверке подвергаются и краевые производители. Или за прошлый год на особый ветеринарный контроль поставлены 52 сельскохозяйственных предприятия, 8 закрыты за ненадлежащее содержание животных. Однако краевые товары все равно в разы безопаснее, ведь местные производители в большинстве случаев не используют консерванты. Результаты исследований Красноярского референтного центра и других лабораторий показали, что с каждым годом качество местной продукции растет. В продуктах таких, как мясо, молоко, яйца или даже фрукты, произведенные в Красноярском крае, специалисты не нашли никаких вредных веществ. Александр Ловицкий, Максим Галат, новости. В Красноярске, в микрорайоне Северный, мужчина прямо на глазах многочисленных прохожих разбил дорогой внедорожник. В чем причина такого поведения и что грозит нарушителю? Причиной пожара на Березовской ГРЭС предположительно стала разгерметизация трубопровода «Мазута». Об этом рассказала пресс-секретарь станции Валерия Стойкова. Сейчас на месте работает межведомственный штаб, в состав которого вошли представители Ростехнадзора и МЧС. Напомним, что накануне около 8 утра на ГРЭС загорелся энергоблок номер 3. Он был сразу отключен автоматической технологической защитой. На место оперативно прибыли сотрудники пожарно-аварийной службы. По данным МЧС, общая площадь, охваченная огнем, составила 850 квадратных метров. На тушение привлекали 341 человека и 98 единиц техники. Добавим, что повреждения на объекте оказались не такими значительными, как сообщалось ранее. В частности, сегодня в пресс-службе опровергли информацию об обрушении кровли. На данный момент выяснено, что предположительной причиной возгорания послужила разгерметизация трубопровода «Мазута» в пределах котла энергоблока номер 3. Объем повреждений будет определен после осмотра и дефектации элементов котла в ячейке энергоблока номер 3. Сейчас над этим также работают специалисты. Обрушения кровли в результате пожара на Березовской ГРЭС не было. Жертвы пострадавших нет. Повышенных выбросов в окружающую среду вредных веществ по сравнению с предельно установленными нормативами также не обнаружено. Красноярец прямо на глазах у прохожих разбил чужой дорогой внедорожник БМВ. Инцидент случился сегодня в одном из дворов в Советском районе. Все происходящее сняли камеры уличного наблюдения. На видео зафиксировано, как мужчина подошел к автомобилю, сначала исцарапал кузов машины гвоздем, а потом разбил у БМВ все окна. Причем все это происходило на глазах у жильцов и прохожих, однако никто из них в ситуацию вмешиваться не стал. Сотрудники полиции уже задержали злоумышленника. Как оказалось, машина принадлежит новому мужу его бывшей жены. И таким способом он решил свести личные счеты. Не то, что благодаря ему запретили мне видеться с моей дочерью, родной. Она меня очень любит и я ее очень люблю. Ну, то есть не жалеете о том, что сделали? Это я, что жалею. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции принимается решение о процессуальном составе данного происшествия. И уже по результатам проверки будет принято решение, какой именно вид данное происшествие будет носить. Пока здесь предусматривается предварительно состав 167-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальный срок, который грозит за данное преступление – это до двух лет лишения свободы. В работе Красноярского экономического форума, который стартует уже 18 февраля, примут участие мэры крупных российских и зарубежных городов. Вместе с экспертами они обсудят современные подходы в градостроительной политике. Почему иностранные специалисты уже называют опыт Красноярска в этом направлении передовым, расскажет Ольга Тишинина. Поготовка к Красноярскому экономическому форуму идет полным ходом. Уже зарегистрированы порядка 1800 участников и экспертов. На форум приедут делегации не только из разных регионов России, но и из зарубежных городов. Безосмены, представители Госдумы и ректоры вузов будут обсуждать перспективы развития нашей страны на ближайшие 15 лет. Какой будет наша страна к 2030 году? Ответ на этот вопрос и будут искать эксперты на форуме. Обсудят не только экономическую стратегию, но и новую градостроительную политику крупных российских городов. Именно от нее, по мнению экспертов, напрямую зависит, как будет жить и развиваться город. В Красноярск приедут мэры российских и зарубежных городов и ведущие специалисты. Известный эксперт в области архитектуры и градостроительства Ричард Сю говорит, город должен быть спроектирован так, чтобы было комфортно для людей. Работая в прошлом с другими городами, я пришел к выводу, что мы часто забываем о качестве жизни, а оно напрямую связано с человеческим счастьем. Мы забываем, что именно качество жизни будет привлекать умных, талантливых, молодых людей в такие города, как Красноярск. И второе, это, конечно, брендинг города. Как ты сможешь заинтересовать своих детей, чтобы они хотели вернуться в свой родной город после того, как получат образование? Как ты представишь город миру? Поэтому и важно четко спроектировать город, говорят эксперты. И в этом плане у Красноярска есть уникальный опыт, которым мы можем поделиться. Наш город стал одним из первых в России, где разработали комплекс градостроительных документов. К примеру, генплан, который есть далеко не у всех городов. Его презентовали на экономическом форуме в прошлом году. Специалисты говорят, он тщательно проработан и позволяет видеть будущее крупного сибирского города в масштабах страны. Мне показалось очень интересным и амбициозным сама подача проекта и, в общем, та точность и та внимательность к предыдущим периодам развития города и к тем перспективным тенденциям, которые могут Красноярску быть предоставлены в ближайшем будущем. Кроме генплана, у Красноярска появились проекты планировки новых микрорайонов, уличнодорожные сети и правила землепользования и застройки. И что важно, все эти документы взаимосвязаны, в отличие от других городов, где они зачастую друг другу противоречат. Это вызывает проблемы при выдаче разрешения на строительство и при выделении земельных участков. Соответственно, этой проблемы на Красноярске нет, она закрыта. Из новой, которая будет полезна другим городам, это, конечно, подход к рекрественному каркасу, к экологическому каркасу города. Он сделан как недоступная система, но в генеральном плане хорошо выделены разные зоны этого зеленого каркаса, они отражены в правилах землепользования и застройки. Впрочем, кое-какой опыт других городов Красноярск тоже может взять на вооружение. Это позволит сделать столицу края еще удобнее и комфортнее для красноярцев. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости. На канале Енисей стартует новая рубрика «Активные люди», в которой мы будем рассказывать о выдающихся жителях края. В первой серии раскроем секрет рекордсмена России по легкой атлетике среди ветеранов Ивана Вьюжанина. Сенсация! Польский и испанский кафель по минимальным ценам, которых не коснулся курс. 19 фабрик, 72 коллекции, сотни тысяч квадратов кафеля в наличии на складах. Любые коллекции под заказ водолей. Семена овощей и цветов на почте. Рядом с домом. Большой ассортимент сортов и гибридов. Напрямую от производителя. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Вы расслаблены. Вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта. Другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение «Телекарта». Живите с легкостью. Продолжаем выпуск. В красноярских школах появились специализированные классы для детей-колясочников. Сейчас в общеобразовательных учреждениях города обучаются сотни детишек с ограниченными возможностями. Специально для них в школах переделали входы и установили необходимую мебель. Подробности расскажет Екатерина Погорелова. Десять детей-инвалидов учатся вот в этой школе номер 22. Чтобы ребятам было комфортно, а главное удобно заниматься, для них организовали специальные условия. В школу ребят с ограниченными возможностями привозят специальный автобус. Он оборудован подъемным механизмом для колясочников. На входе в образовательное учреждение сделали пандусы. По ним ученики легко поднимаются. Дверные проемы в этой школе немного шире, чем обычно. А пороги наоборот ниже. Дети-инвалиды посещают занятия вместе с другими школьниками. В классе для них специально поставили удобные коррекционные стулья. Знаете, удобно. Мы вышли из подъезда, за нами подъехал автобус с подъемником. Мне ребенка не надо поднимать, садить. Мы заехали на коляске, нас подвезли к воротам школы. Мы вышли по пандусу, поднялись. Но есть какие-то нюансы, но я думаю, что это все еще первый год. Нам всем трудно, и учителям, и нам. Приехали в класс. Столовая на первом этаже, санузел тоже. Для нас сделаны условия. Также в школе оборудовали комнату отдыха. Сделали специальный кабинет для логопеда, дефектолога и психолога. А учителя прошли переобучение. Готовы работать с детьми с повышенными потребностями. Объясняю точно так же материал. Вы сейчас посмотрите на уроки. Просто подходишь, отдельно дается задание дарения. В тот момент, когда она выполняет самостоятельную работу. И подходишь к данию, работаешь с данием. Помощь идет тьютера еще на уроки. В красноярских школах инклюзивно обучаются более тысячи ребятишек. Для них основные предметы, такие как математика и русский язык, проводят отдельно. А, например, на рисовании или окружающий мир дети ходят вместе со своими одноклассниками. По словам специалистов, это позволяет детям-инвалидам социализироваться в обществе. Красноярское образование направляет руку помощи. И мы хотим, чтобы вы воспользовались нашими услугами, нашими образовательными программами. Именно потому, что дети лучше социально адаптируются. И именно потому, что детям комфортно при общении со сверстниками. Сейчас условия для обучения особых детей созданы в 35 школах и 44 детских садах. В перспективе их количество планируют увеличить. Так как необходимость в этом есть. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев. Новости. В Сибирском клиническом центре ФМБА России впервые в своей истории осуществили операцию по пересадке почки. К этому готовились более года. Сейчас центру выделены квоты на две таких операции в этом году. Это пока еще экспериментальный режим. Как надеются в клиническом центре, в следующем году из федерации будет профинансировано вдвое больше операций по транспортологии. Сейчас стоит отметить, что пересаживать почки в Красноярске начали более двух лет назад в краевой больнице. А это значит, что у пациентов, которые могут получать такую высокотехнологичную помощь, в Красноярском крае станет больше. Более того, в Сибирском клиническом центре надеются начать трансплантологию печени, чего пока еще никто не делает в нашем регионе. Мы думаем, что в 2017 году мы сможем осуществить первую трансплантацию печени на своей базе. Мы уже начали подготовку специалистов, готовим материальную базу для этого. Мы уже получили одобрение наших московских коллекций системы ФМБА на эту программу. Сегодня мы начинаем новую рубрику «Активные люди». Это будут рассказы о тех, кто, несмотря ни на что, живет полной жизнью, занимается физкультурой, изучает новое, творит и дарит тепло своей души окружающим. Сегодня первый репортаж о рекордсмене России, неоднократном победителе и призере европейских и мировых чемпионатов по легкой атлетике среди ветеранов Иване Вьюжанине. Почему он оставил диван и пошел в спортзал и какой секрет долголетия он знает в нашем репортаже. Прыгать в высоту Иван Вьюжанин может долго. Наша съемочная группа практически не успевала за ним. Вот Иван Петрович готовится к прыжкам в длину. У него своя методика. Надо обязательно отсчитать 89 шагов, чтобы был правильный разгон и точное попадание. Кстати, в прошлом году Иван Вьюжанин установил рекорд России в этом виде легкой атлетики, прыгнув на 3 метра 16 сантиметров. Не успели мы настроить камеру, как Иван Петрович побежал. И это всего лишь тренировочная скорость. Как он бегает на мировых первенствах среди ветеранов можно увидеть на видеоматериалах. Вот кадры с финального забега на 400 метров в Бразилии. Вьюжанин в борьбе с Танако финиширует третьим, получив бронзовую медаль. Браво, Вьюжанин! Браво, Петрович! Выступать на международных соревнованиях среди ветеранов Иван Петрович начал в начале 2000-х годов, как вышел на пенсию. С тех пор объездил полмира и завоевал огромное количество призов. Это только часть медали, которую он достал из шкафа. Вот последний из чемпионата мира в Ницце 2015 года. Золото за бег на 400 метров и серебро за прыжки в длину. Но этой активной жизни у Ивана Вьюжанина могло и не быть, не поспорив он как-то со своим другом, который занимался спортом. Вот такой спор привел к тому, что вы с дивана встали, что называется. Вы знаете, в основном да. Я не мог, как он, мол, Федя мне сказал, что я у тебя выиграю. Я не может быть, ты же толкатель, а я бегун. Ты мне никогда не выиграешь. Открылись назад. Вот он идет сюда. Вот-вот назад. А зачем ты вперед-то его выдвигаешь? Вот все, все. Несмотря на то, что Иван Петрович с 1954 года работал учителем физкультуры, сейчас у него есть свой наставник. Виктор Грузенкин сам рекордсмен ветеранского спорта и с удовольствием тренирует своего старшего ученика, хотя скорее давнего товарища по сборной, отмечая его особый жизненный настрой. Именно позитивное отношение к жизни, именно оптимизм, именно вера в то, что жизнь прекрасна. Солнце светит, природа наша изумительная, рыбалка наша лучшая, грибы наши, мы их собираем. Европа-то не может собирать, а мы собираем. Наши дачи и наш спорт. Ты сам для себя должен оздоровить себя. Никто тебе не поможет. Ни дядя, ни врачи. Я нет, я вам прямо в глаза говорю. И говорю, сколько выступал я перед аудиторией, перед ветеранами. Я говорю, забудьте дорогу в поликлинике. Она вам не нужна. Идите вот открывайте стадионы, спортивные залы и там берите здоровье. Вот где источник здоровья ваше. И в подтверждение своего секрета активности и долголетия уже в конце тренировки, Иван Петрович, которому, кстати, 82 года, поразминался с пудовой гирей и закрепил результат на тренажерах. И такие занятия для него обязательны три раза в неделю, кроме зарядки и ежедневных прогулок. Андрей Стардем, Алексей Гусев, новости. В городе Ширыпова в школах и детских садах возродили сбор макулатуры. Собранные детьми бумагу и картон отправляют на вторичную переработку. В городе заработало новое предприятие, для которого мусор – это главное сырье. Подробности у нашего корреспондента. Рекордные 270 килограммов макулатуры от 2-го А. Шарыповские школьники вот уже несколько недель соревнуются между собой в сборе бумаги и картона. За общий вклад в полезное дело детей награждают сладкими призами и грамотами, а родителей – благодарственными письмами. Макулатуру собирают целыми семьями. Нам сначала дядя принес целую коробку домой, а потом мы еще у дедушки с бабушкой взяли. Нам папа еле как дотащил. Мы собрали две коробки и один пакет. Дома мы собрали просто журналы ненужные, черновики, на которых мы в школе какие-нибудь задания делаем. Бумагу и картон отдают на местное предприятие. Фирма «Фторсырья» сотрудничает со школами, детскими садами, библиотеками и многими другими организациями города. Простые жители также могут избавляться от ненужного хлама. Его забирают даже из дома. В Шарыпове предприятие начало работать в прошлом году. Принимают не только макулатуру, но и пластик. В основном это бутылки. Отсортированный мусор прессуют и отправляют на заводы по переработке. В этом году бизнесмены планируют начать убирать берега, озер и рек. У нас идея-то это, по большому счету, откуда зародилась. Мы, получается, в том году семьями отдыхали на Парном. Но если там бывали, то видели, что там остается после отдыхающих. И обратили на это внимание. Приехали домой, стали мониторить интернет, куда все это девается. Потому что на Западе это же все развито. Причем давно мы запаздываем на год, на полтора, я считаю, в этом плане. Аналогичный цех фирмы работает в Вачинске и в Амурской области. Открыть свое представительство в Шарыпове бизнесменам помогла местная администрация. В городе работает программа поддержки малого и среднего предпринимательства. На новый бизнес дают деньги из трех бюджетов – местного, краевого и федерального. В 2015 году таким путем из бюджета, общих, из всех бюджетов было потрачено около 7 миллионов рублей. Если быть точной, 6,8, что практически на 70% больше, чем в 2014 году. То есть мы привлекли в два раза больше денежных средств из федерального бюджета. На эти денежные средства была оказана помощь 18 хозяйствующим субъектам. В этом году, несмотря на кризис, финансирование из местного бюджета оставили на уровне прошлого года. На малых и средних предпринимателях решили не экономить. Что касается фирмы вторсырья, то бизнесмены надеются оправдать надежды местной власти. Здесь планируют увеличить объем производства и количество рабочих мест. В перспективе собирать пластик и бумагу будут в Иркутске и Чите, где сортировка и переработка также слабо развиты. Александра Арепева, Дмитрий Шевцов. Новости. Далее в выпуске расскажем, как в Красноярске в экспоцентре Сибирь проходит 11-я выставка металлообработки и сварки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоматологическая клиника МИОДЕНТ предлагает все виды лечения, протезирования, имплантации, художественной реставрации, детский прием. МИОДЕНТ с ювелирной точностью в стоматологии. Телефон 288-5353. Раковина красивая, но займет пол в ванной. Это слишком широкая, слишком квадратная. Вот и полочка, и зеркало, и шкафчик. Мое! Спереди трех сотен моделей санфоянса каждый найдет для себя ту самую. Водолей. Желаем вам только хорошего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры предоставил DimaTorzok Несколько десятков промышленных компаний со всей России представили здесь свое оборудование в действии. Также свое мастерство будут демонстрировать сварщики со всего региона. Что необычного для себя смогут найти на выставке посетители, расскажет Сергей Сеславин. На Красноярской выставке сварки и металлообработки можно увидеть множество необычных изделий из стали и железа. Например, вот такой мотоцикл-мангал. Он весит примерно 150 килограмм. Но это не единственная его особенность. Еще он может ехать. Кроме цельнометаллического байка посетители могут увидеть множество шедевров кузнечного и сварочного дела. Элементы рыцарских доспехов и даже роботов из автомобильных запчастей. Их делает житель Девногорска. Коллекция его экспонатов постоянно пополняется. Одна из последних новинок – вот этот космический захватчик. Он состоит из трех частей, каждую из которых можно поднять только вчетвером. В планах еще один гигант. Делается один по размерам, наверное, но чуть больше этого будет. Еще будет кентавр у нас. Крестни, наверное. Пока с запчастями все сюда уварил. Запчастей подвезем, начнем кентавра делать. Кентавра, я думаю, городу нашему подарить. В Девногорске. На многих площадках представлены программируемые станки для резки металла. С их помощью лист стали можно превратить в картину. Есть и роботы-сварщики. Вот такая дистанционно управляемая рука может поворачиваться практически под любым углом. После небольшой модернизации механический помощник может выполнить почти любую задачу. Он может, он действительно все. Вот палитирование, упаковка, напыление, перекладка, нанесение штрих-кодов. Ну, все, что действительно есть в производстве. Все, что он, может быть, не может, ну, не знаю, в космос летать или плавать под водой. Так любая задача на любом производстве может быть автоматизированной. Неподалеку расположились студенты краевых профессиональных училищ. Молодые сварщики соревнуются в умении управляться с горелкой, правильно читать чертеж и, конечно же, в качестве проделанной работы. Для ребят эти состязания – возможность попасть на всемирный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia. Будут знать, какое задание будет на WorldSkills. То есть изделие согласно их регламенту идет. Будут проверяться водой, то есть наполняться. Если будет течь, ну, значит, ребята не прошли. Важность этой выставки для региона подчеркнул и министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цикалов. Наш регион – один из лидеров страны по темпам индустриального развития. Поэтому так важно привлекать сюда новые технологии и молодых специалистов. У специалистов рабочих профессий действительно мы испытываем дефицит. И то, что уже в одиннадцатый раз проходит такая выставка, и в рамках этой выставки есть возможность не только посмотреть оборудование, которое используется специалистами для деревообработки, для сварки, не только спецодежду, но и действительно познакомиться с теми уникальными технологиями, которые сейчас востребованы на сложнейших объектах экономики Красноярского края – это действительно дорогого стоит. Посмотреть на экспозиции выставки можно будет в течение еще трех дней. А вот чтобы понаблюдать за работой мастеров-сварщиков, нужно поторопиться. Конкурс завершится уже 4 февраля. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости. В Красноярском Роевом ручье сегодня будили белку-летягу. Таким способом сотрудники пытались выяснить, как скоро в наш регион придет настоящее весеннее тепло. Традиционно погоду 2 февраля предсказывают сурок. В США и Канаде день сурка – это национальный праздник. Но у нас в Сибири эти животные спят до апреля, а в отдельных случаях и до мая. Поэтому зоологи решили разбудить ближайшего видового родственника сурка – белку-летягу. Чтобы выманить зверька, которого, к слову, зовут совсем по-весеннему, марта, приготовили фруктовое угощение. Однако, несмотря на все старания, белка показалась из норки всего на несколько секунд. К сожалению, наша белочка только высунула мордочку и спряталась обратно. Вообще, это означает, что весна будет только через 6 недель. Но, если честно, белочка наша первый раз участвовала в таком мероприятии. Поэтому я думаю, что она все-таки стеснялась и расстраиваться по этому поводу не нужно. Судя по тому, что происходит за окном, все-таки весна уже близко. Это было последнее сообщение выпуска. Телефон редакции для ваших новостей – 236-01-36. Наш адрес в интернете – енесия.тв. Далее смотрите блок полезной информации и прогноз погоды на завтра. Продолжение следует...